Мы на войне с троем будем ходить. Куда это делаешь? Какое это обслаживание? Вас самих привезти, посмотреть, может, внимательно. Со мной побегаете, послаживаете. Это видео в ноябре прошлого года разлетелось по всем социальным сетям. На нем мобилизованные в Подмосковье, которых готовили к отправке на войну в Украину, устроили бунт. Жаловались, что вместо реальной подготовки к боевым действиям их учат ходить с троем и стрелять по воображаемым целям, а необходимого снаряжения не дают. Один из мобилизованных грубо отчитал офицера, а потом применил силу. Давай так ставить. Вы офицер, вы держите руки в карман. Ну, а что ты? Вот этого не надо делать. Теперь стало известно, что этого мобилизованного приговорили к 5,5 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в насильственных действиях в отношении начальника и оскорблении военнослужащего. Но, как подтверждают перехваты украинской разведки, этот мобилизованный был прав. Те российские военные, которые попадают на фронт в Украину, должного обеспечения не получают. Да и сама жизнь русского солдата ничего не значит, рассказывает другой мобилизованный. В разговоре со своим другом он говорит, что видел военное руководство в последний раз полтора месяца назад. Вас 300 тысяч, короче, по***ю вообще. Ну, как бы, вас такие не б***ят. Поэтому не смей сюда идти. Тех российских военных, которые отказываются быть пушечным мясом, бросают в подвалы, где содержат в ужасных условиях. Ранее российские правозащитные организации сообщали о существовании 14 таких мест для содержания отказников. Все сырое, все бомжатское. Вот такая жизнь в комендатуре. Главное управление разведки и Минобороны Украины сообщает, что среди мобилизованных россиян каждый четвертый пытается или хотел бы покинуть зону боевых действий. И это на фоне общих потерь российской армии. Практически 113 тысяч погибших. Российские журналисты еще в конце прошлого года выяснили. Путин не скрывает, что ему на фронте нужно еще больше людей. К весне следующего года потери убитыми и ранеными могут составить около 100 тысяч. Но это никого не пугает. Их заменят срочниками. Источник, близкий к ФСБ, в комментарии изданию «Важные истории». По этой же причине в Госдуме сообщили о планах призывать в армию мужчин до 30 лет, уже весной 2023 года. Хотя согласно статье закона о воинской обязанности и военной службе, в армию на срочную службу призывают граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27. В армии у нас служил один из десяти, а девять человек из десяти в армии не служили. Какой они резерв составят? Нужно все менять, проводить сборы, нужно обучать молодых людей в системе ДОСАФ. Виктор Соболев, депутат Госдумы, генерал-лейтенант. В комментарии национальной службе новостей. На самом деле, в российской армии на фронт давно уже отправляют не только мобилизованных. Военное руководство долго отрицало, что в Украину попадают российские срочники. И тем не менее, многочисленные интервью с матерями солдат и перехваты украинской разведки подтверждают, призванных для прохождения срочной службы отправляют на фронт в Украину. И теперь их будет еще больше. Раннее издание The New York Times со ссылкой на источник в НАТО писало, что российский президент готов потерять 300 тысяч своих солдат, чтобы добиться намеченных планов в Украине.